В первом международном форуме фестиваля «Созвездие городов Росэнергоатома», проведённом летом этого года в Волгодонске, приняли участие 14 атомных городов. Это была выставка уникальности каждого муниципалитета, достойное место на которой занял и Десногорск. Делегация Атомграда была удостоена сразу двух дипломов второй степени с предоставлением денежных грантов. Деньги были направлены на развитие культурных и спортивных учреждений Десногорска. «Проведены ремонтные работы, что позволило нам на сегодняшний день сократить бюджетное расходование по оплате тепла, поступающего в наше учреждение». Так, в Центральной библиотеке обновлены элементы теплового узла. Новые приборы позволили значительно оптимизировать расходы на отопление. Был пополнен и книжный фонд. Теперь книг стало больше на 837 экземпляров, из которых 498 находятся в детской библиотеке. Обновками может похвастаться и детская художественная школа. В кабинете компьютерной графики проведен ремонт и установлены современные компьютеры с программным обеспечением. Новая техника теперь есть и в Десногорском историко-краеведческом музее. «И качество мероприятия теперь будет лучше, и озвучивание будет, и мы можем какие-то больше интерактива добавлять, ну и приглашать уже даже музыкантов, которые у нас могут петь уже на нашей аппаратуре». Колонки, сабвуфер, микшерный пульт и прочее сопутствующее оборудование значительно упростят проведение мероприятий музею и позволят выйти на новый творческий уровень. Довершают приобретение новая рамка металлодетектора физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. В победу в конкурсах, как в таковых, можно верить или не верить, но результаты говорят сами за себя. За победу в фестивале Десногорск получил 1 миллион 400 тысяч рублей, на что и были сделаны приобретения. А это означает, что у Атомграда уже есть свой культурный багаж, что делает его по-своему уникальным городом. И эта уникальность приносит свои плоды. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.